Все равно весь мир знает Гамбург именно по репер-бану. Он сказал, Гамбург никто не возьмет. Каждый пролет по Сан-Паули это что-то запоминающееся. Люди, которые здесь живут, позиционируют себя не так, как гамбуржцы. А вот и Пенни, да. Я могу рассказать про площадь Битлз. И попадаем в самый веселый, самый интересный район этого города. Как называется район, где ты живешь? А, мы сюда сразу сворачиваем. И сразу Паша заводит нас в интересный закуток. Здесь прекрасно. Этой олейкой я шожу все время на работу. Зелень, все. Сан-Паули это уникальное место на самом деле. Здесь живет народец. Он сам себя позиционирует как народец. И сколько бы тёпорный, высокомерный Гамбург не воротил свой нос от дурно пахнущего Сан-Паули, всё равно весь мир знает Гамбург именно по репербану. Это первое. А вторая цитатка была. Уже одно то, что Адольф Гитлер недолюбливал сан-паулианеров, говорит о том, что мы, в общем-то, хорошие люди. Гитлер не то, чтобы не долюбливал их, он просто на месте Сан-Паули собирался воздвигнуть... Там был проект, короче, единственное, что ему помешало, снести здесь всё и поставить большие имперские здания. Единственное, что помешала, война. Жрала деньги. Вот. Меня заинтересовало то, что люди, которые здесь живут, позиционируют себя не так, как гамбуржцы. Для них гамбуржцы – это ханзиаты. Для них Гамбург – это город-капиталист. Имперский, пожирающий, агрессивный. А здесь живут хорошие, светлые, добрые, толерантные люди. Прикинь, да, прикинь, это не казино, это продуктовый магазин. Горячие части, горячие титьки. А тут раньше был что, публичный дом? Нет, это всегда был магазин. Вот его просто, просто кто-то, кто-то решил его опорвать под это дело. Да, его стилизировали под рипербанг. История Сан-Паули началась в 17 веке, когда в Гамбурге, он там находится, мы сейчас пройдем, я покажу, где начинался Гамбург. В Сан-Паули было за городской стеной. И когда в Гамбурге бабахнул капитализм, а он бабахнул в 17 веке, все, что хрипело, смердело, поняло, дымело, вот все вот эти производства капиталистические были выброшены просто за стену. Причем, поскольку это за стеной, здесь нельзя было селиться людям. Но они селились. И поэтому первое население Сан-Паули, это были нелегалы. Гамбург на это смотрел сквозь пальцы почему-то. О том, что здесь нельзя селиться, в Сан-Паули узнали уже в 19 веке. Когда Гамбург попал под французскую оккупацию, и в 13-м году сюда подошли русские и шведские, русские и шведские, два корпуса сюда подошли, чтобы брать Гамбург. Наполеон отправил командовать Гамбургом, сделал губернатор, он был или кто, я не знаю, военный, ну короче, человек с железными яйцами, маршал Даву, он сказал, Гамбург никто не возьмет. Что он сделал? Он поставил пушечки и разгромил все, что тут накапливалось за эти полтора века, снес с лица земли, чтобы пушечкам простор было видно. И надо сказать, Гамбург никто так и не решился штурмовать. Тогда Сан-Паули типа пострадало в первый раз. Быстро отстроились. В 16-м, по-моему, году, в 1816 году, в Гамбург пришел первый пароход. Даже где-то, даже где-то название английский. В Гамбург пришел первый пароход, и гамбургцы сразу поняли, это прекрасное изобретение цивилизации. Но! Оно дымит, смердит, и еще котел может рвануть, ну если что. В общем, чудо цивилизации было решено, чудо цивилизации было решено перекинуть, опять же, за городскую стену. И новый порт Гамбург сделал вот здесь, на Ланусбрюке, вот там прямо. Ну, прямо на Эльбе, да. И с тех пор все морячки, которые приходили в город Гамбург, а приходило много морячков, и с тех пор они поднимались вначале сюда, на этот район. И откуда ни возьмись, здесь появилась куча кабаков и публичных домов. Кабаки, дома, спрос был, предложение не заставилось долго ждать. Гамбургер Берг это старое название Санкт-Паули. До того, как его признали частью города, он тогда назывался пригород Санкт-Паули, свое название он получил по церкви, по нашей многострадальной церкви, которая вот там стоит. А до этого вся вот эта местность называлась Гамбургской горкой. Потому что, когда ты с Эльбой поднимаешься, ты поднимаешься, там прям горка. Вот. Здесь, на этой улице, засилие всяческих кнайп. А это мы должны еще трекать просто так. Я уверен, что за каждой тутошней кнайпочкой есть своя история. но самое потрясающее, конечно, это мы туда вот сейчас зайдем, наверное, Цунгольдене Ханшуэ. Это самое грязное место Санкт-Паули. Пойдем. Пошли. Я же привык, что Битлз это ливерпульская четверка, а здесь шестерка. Их здесь шесть. Я не знал о существовании Садскриф. И он пятый. Пятый Битлз. Дело в том, что у барабанщика, вот смотри. А у барабанщика два названия. потому что в Гамбург Битлз приехали с Питом Бестом, как барабанщиком. Он был... и как люди подсчитали, знакомые, он проработал в Битлз больше, чем в Ринго Стар. Битлз когда они были в Гамбурге, это была... Ну, тогда никому не известная команда Лабухов. Они не... Здесь они работали, они не играли свою музыку. Здесь они, правда, написали свой первый хит, но вышел он в Англии. Это был их третий приезд. Они были три раза на гастролях в Гамбурге. Ребята, тут все пропитано этой группой. Они здесь сформировались, они здесь их здесь надрессировали. Я вот... Я даже не... Дрессировали их там. Потом мастерство они оттачивали вот там. Идея возникла в 67-м году, а существовала в 69-м. Короче, за два года. здесь жил, он сейчас умер, человек, которого называли король Сан-Паули. Ему в основном принадлежали здесь здания. Очень многие вот из этих зданий тупо принадлежат ему. И он отстроил там отель Хаппенхамбург. Последние годы жизни он там провел. Он был миллионер, и однажды город из-под тишка обратился к нему с просьбой. Надо что-то делать с уличной проституцией, но это невозможно. Уличная проституция, она чем плоха? Как бы не то, что там она аморальная или что. Там проблема была в том, что они стоят, они снимают, девочка снимает квартиру, стоит на улице, заманивает клиентов, и они идут. и тут просто каждый подъезд проходной двор для товарищей. С проблемой уличной проституции Гамбург бился с 17 века. Чего только не делали. Но это же порт. Ну куда ты от нее? Ну никак. А вот одна из моделей выхода из этой ситуации был вот он. когда к нему обратились его жена сказала если ты возьмешься за это дело я разведусь. А он ее очень любил. Потом походу они поговорили с ней одну ночь. Он рассказал сколько это будет стоить. Она придумала дизайн название стиль. Сейчас это выглядит не так. Он был тогда не розовым. Но два года вот это здание было самым большим борделем Германии. Через два года в Кельне появился бордель Паша. Девочке надо трех клиентов обслужить чтобы оплатить комнату. Уже потом она будет работать на себя. Но походу все функционирует все работает. Они так и не сдохли в пандемию. Ах да они сдохли восьмидесятые когда грянул спид клиенты совсем. И это здание было тогда это были не беженцы переселенцы я знаю людей которые здесь проводили первое время в Гамбурге как необходимое жилье вот вон потому что здесь коридорная система в конце коридора есть кухня хайнс кенш плац досюда не доходят туристы то есть толпа она на репербане остается а здесь живут те самые сан-паулианеры в 74 году Гамбург отказался от трамвайного общественного транспорта все было демонтировано трамваи трамвай шел прям вот так через всю площадь и пока ходил трамвай ну человек рассказывал как бы я читал он говорит здесь такой трэш творился здесь каждый вечер кто-то орал кого-то убивали что-то тут ну трэш прям полный потом говорит убирают трамваи и херок мы такие все вместе вот это наш киоск мы там закупаемся садимся здесь на площадь пьем беседуем общаемся жизнь любовь и серфинг ну серфинг это я от себя конечно добавил и это очень тихое место здесь прекрасное вот это вот еще заведение оно называется калибри во времена нацистов это был это было это была штаб квартира национально-нацистической партии когда прошла война и все это было запрещено справедливо кстати запрещено это здание не здание первый этаж отдали объединению калибри калибри это совсем левые совсем толерантные и теперь они рулят жизнью в Сан-Паули и здесь у них своя как бы забегаловка без алкоголя здесь мы из проулка в Сан-Паули выплываем просто на простор речной волны вот она вот она матушка Эльба и вот здесь да мы сейчас видим простор а Гамбург а я говорил что он капиталистический Гамбург затеял как-то здесь построить три высотных здания причем одно жилое а два бюро офисные дома и они бы конечно Гамбургу приносили большие доходы но повторяюсь здесь живет свой народец и он сказал Гамбургу не 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 у у нас на сан-пауле очень мало зелени сказали сан-паулияна рыб Гамбургу мы бы здесь лучше поимели что-нибудь зеленое какое-то место для встреч вот место для тусовок смотри вот вот они сидят красавцы но там под спудно была маленькая другая история вот в этом здании здесь находилась самая альтернативная сцена Гамбурга сюда приходили играть всякие панки неформалы люди длинной воли и если бы здесь затеялось большое строительство то вот это культовое место было бы конечно снесено нафиг и сан-паули сказали свое солидарное фи этому проекту потому что никто не хотел терять они отвоевали это место Гольдена пудель остался на своем месте и сгорел в 2004 году благополучно как все в Гамбурге делается есть место сгорело место сейчас его устанавливают но это уже не то как бы не тот формат не тот формат все